Ежегодно в Адыгее проводят фестиваль адыгейского сыра, который собирает в республике сотни туристов. В этом году пандемия внесла существенные коррективы в фестивальную программу и было решено провести его в новом формате. Мероприятие проводилось 28 сентября по 4 октября в формате онлайн. Программа недельного гастрономического праздника была насыщенной. В первый день фестиваля организаторы решили начать с Аула и Герухай в гостях у жительницы Марзетда Гужевы, которая не понаслышке знает толк в приготовлении настоящего адыгейского сыра. Халюжи с адыгейским сыром – это вкусная, сытная и любимая многими выпечкой из адыгской кухни. Это блюдо присутствует практически на каждой национальной свадьбе и с удовольствием съедается гостями. Своими секретами по приготовлению халюжа с организаторами фестиваля поделилась и жительница Аула Хачемзи Сусана Хачемизова. Сусана в прошлом году принимала участие в данном мероприятии и заняла второе место в номинации «Самый вкусный халюж». Берется молочко, естественно, из цельного молока. Сюда добавляем соль, сахар, соду. Молоко подогреваем? Да, молоко подогреваем. Так, масло или маргарин, я всегда маргаринчик. Я люблю маргарин, яйцо сюда. Молоко подогреваем, яйцо, 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 яйцо и замешиваем. Тесто надо замесить крутое, чтобы оно не сильно мягкое было. Катерировал, потом скучаешь, как я делал. Каждый день вожу с тестом. Каждый день что-то пеку, что-то жарю. Люблю, короче, заниматься, ловиться с тестом. Конечно, тесто, чем больше не тесто, чем оно эластичное становится. Спешить не надо с тестом, чтобы оно подержало хорошо. Так, вот так вот на кусочки. Мужчина. Примерно. Тесто, чем-то начало. Ещё не надо с тестом. Яйцо, яйцо. Тесто, чем-то, ты не смешиваешь. Яйцо, яйцо и яйцо. Есть линия. Возьмем петлю. тоже его надо приготовить достойно качественно есть который добавляет там на уксусе на этом на демонке нет у меня специально сыворотка стоит она каждый раз обновляется это каждый раз отливаю у меня сыворотка специально кислая стоит на этой сыворотке я делаю у нас целыми банками стоят там где тепло мои родители царство имя небесное от нас рано ушли мы совсем молодыми остались у нас семеро сестер было и они каждые я не скажу что в неделю раз нет почти каждый день они нам готовили всякие вкусные отмечения всякие вот эти хадеж хакхадеж куяш вот это на много адгейской пасты наше это на столе у нас постоянно было постоянно хоть нас отец баловал всякими вкусностями да и мы вот придерживаемся у нас тоже семеро сестер вот так вот остались друг за другом и держались друг друга короче подняли этот и каждый занимается своим каким-то кто ходишь кто хлеб печет кто это стараемся поддерживать то что нас почему нас вот этот учили действие у нас все свое хозяйство свое коровы свои молоко свое сыр свой ничего у нас не покупается мясо свое все есть слава богу дай бог здоровья дай бог счастье моим деткам у нас сыновей нету из-за этого вот с нами детей этот доме нету приезжает уезжает у меня четверо детей 15 внуков внучек и 1 праздничка так что я считаю что мы все любят халюш конечно но все любят халюш как они приедут я им с вами вместе делаю ну да внучата помогают дети помогают а я как как всякое все мамы наверно пока они отдыхают я быстренько встала быстренько приготовила чтоб все готовое они наши родители очень рано ушли мы всегда завидовали у кого есть родители кого есть было кому встречать вот в родительский дом приезжаю чтоб тебя встретили радушно это самое счастье наверное самое большое счастье когда твои родители живы и ты стареешь с ними у меня слезы наворачиваются и вот я уже за 60 лет мне а все хочется с мамой пообщаться с папой пообщаться вот я хочу чтобы мои дети не завидовали никому у кого есть мама и папа и чтобы это почувствовали это что это с родителями хорошо сусана подробно пошагово рассказала и показала как приготовить настоящий адыгейский халюш отведывайте вкусные так называемые чебуреки с адыгейским сыром гости остались довольны и пожелали хозяйки добра в него гостеприимный дом